Привет! Сегодня на обзоре 4G Wi-Fi роутер. Индикация по значкам помогает определить, какой режим сейчас работает. И главная фишка в том, что помимо встроенного аккумулятора есть выход на сеть. Подключить с помощью кабеля RG45 можно к Wi-Fi роутеру или к вашему персональному компьютеру. Давайте будем тестировать и я поделюсь своим отзывом об этом 4G Wi-Fi роутере. Приходит данный модем вот в такой вот простой упаковке. Изначально он был упакован именно вот так вот. Сверху был сам модем. Далее несколько серийных номеров, наклеек. Некоторая информация в инструкции 4G. Модель ZLT M30. И немного ниже аккумулятор. Увесистый. И вот кабель для зарядки или питания. USB на microUSB. Модем весит 63 грамма без аккумулятора. Вместе чуть больше 110 грамм. Вот так выглядит аккумулятор. Он помимо того, что толстый, да еще и удлиненный. Как раз на весь корпус нашего модема. Имеется три контакта. И указана его модель T2600 3.7 Вольта 2.600 мА. Или 9.62 Ватта. Вот так выглядит его инструкция. Здесь указаны его характеристики, где что располагается и какой принцип работы. А вот его характеристики для нас важны. Например, что он может работать по Wi-Fi, мимо технология 2 на 2. И если в других устройствах можно подключиться одновременно по Wi-Fi до 10 устройств, то в данном модеме до 32 пользователей. Здорово. Также рядом располагается информация по какому цвету, что означает каждый индикатор. Включен или выключен тот или иной режим. Еще одна деталь касательно зарядки. Что заряжать его нужно не меньше чем 5 Вольт, 1000 мА или 1 Ампер зарядка. Больше не страшно. Меньше не советую. Внутрь в Wi-Fi роутер можно входить с помощью вот этого адреса. В строку браузера вписываете 192.168.0.1 и входите внутрь в настройки. Но там еще нужно будет вписать логин admin и пароль admin. Дальше я вам это все покажу. Корпус из хорошего качественного пластика. Внутри будто бы коробочка. Ну естественно, что там плата. И имеется несколько разъемов. Разъем для зарядки microUSB или же питания от Powerbank. С другой стороны вход RG45 с двумя индикаторами о том, что подключен и мигает сеть. Как мы привыкли, эта индикация происходит на сетевой карте. Также в центре отверстие это сброс. Кнопка Reset. Слева и справа две кнопки. Одна кнопка включения Power. А это кнопка для того, чтобы быстро подключиться к вашему роутеру. Если вы рядом с ним находитесь. И сверху располагается как бы экран. Но на самом деле это просто символы. Благодаря которым можно понять включено устройство. Есть ли интернет. Есть ли Wi-Fi. Пришло ли какое-то сообщение. И уровень заряда. С обратной стороны ничего нет. То есть этот модемчик может либо стоять на нижней части. Либо вот так может стоять. Ну или просто лежать. Задняя крышка полностью снимается. Здесь есть небольшая такая выемка. Продеваем сюда свой ноготь. И снимаем за щелки крышку. Внутри у нас есть отдельно для сим-карты. Сим-карту можно установить только вот такую вот. Среднюю. Не нано. А именно среднюю. Потому что большая сюда не влезет. И отдельно вход под карту памяти. Для чего возможно спросите вы. Все просто. Можно этот модем использовать как будто бы какую-то флешку. Через подключение. Вот через этот выход. Внутри указана самая важная информация. Стандартные завода имя сети. М30142АЕ3. Ключ или код доступа к Wi-Fi сети также указан. Какой вход питания. 5 Вольт 1 Ампер. И вход, который нужен для того, чтобы управлять модемом. Изменить например имя сети или пароль. Вот он здесь указан. А также логин и пароль для входа в настройки управления. Моя сим-карта установлена. Еще поставлю сюда флешку. Думаю, что больше 32 не потянет. Закрываю крышку. И первое включение. Нажимаем и держим. Все индикаторы загорелись, кроме индикатора о сообщениях. Это значит, что сообщения никакие не поступали. Вот так зеленым цветом обозначается работающий интернет. И сейчас аккумулятор практически уже разряжен. Он горит красным цветом. С момента работы прошло уже около 8 часов. И он продолжает еще интернет давать. Сколько по красному цвету осталось процентов заряда, не определить. Этот же процент заряда и не отображается внутри. Если зайти через строку браузера, невозможно определить, сколько осталось заряда. То есть работаем до износа. Я это продолжаю делать и скажу, сколько он проработает. Ну что ж, я уже подключился. Использую кабель RG45. И перешел в строке браузера по адресу, который был указан. Как на крышке, так и под аккумулятором. Для того, чтобы просмотреть статистику. Это первоначальное меню с информацией самого модема. Если вы подключились по Wi-Fi или же по кабелю. Не буду вдаваться в детали, но вижу, что здесь отображается информация о сети. Сейчас я подключен к 3G. Состояние подключено. IP адрес и сколько времени я использую данную сеть. Также какой оператор. Связь какая нормальная. В децибелах и так далее. Теперь я зайду в админ панель. Пишу админ и пароль также админ. Нас пропустило в панель управления. Обратите внимание, что мне пришло сразу сообщение о смске. Которое я сам себе отправил. А также о том, что кто-то звонил. Это хорошо. Здесь отображается эта информация. Также мигает и индикатор на панели. Дальше я вам тоже покажу. Можно выбрать язык, но к сожалению русского здесь нет. Попробую включить перевод страницы. У нас получилось. Есть домашняя страница. Есть быстрые настройки. Настройка устройства. Смс. Телефонная книга. Мир сетевой экран. И настройка системы. Давайте начнем с домашней страницы, на которой мы сейчас находимся. Здесь вся информация. И можно включить или выключить интернет. Как мы привыкли это делать в нашем смартфоне. Нажимаем и интернет пропадет. Но я пока этого делать не буду. Здесь указана статистика. И ее можно настроить. Версия прошивки. И другая информация. Обычно которая нам в принципе не нужна. Есть еще кнопка перезагрузить устройство. Если вы какие-то настройки внесли. И вам необходимо, чтобы они вступили в силу. Зайдем в настройки быстрые. В быстрых настройках можно задать имя сети и видимость ее. Если не хотите, чтобы она была видна. Пароль изменить. Нажимайте дальше. После того, как изменили. Также тип шифрования. Открытое. Или же, как вы видите, другие виды. И указать пароль. Пароль пока оставляем тот же заводской, который и был. Следующий уровень мы просто применяем. Но так как мы ничего не меняли. Не будем ничего и трогать. Настройки полноценные. Переходим в этот режим. Подключенное устройство. Здесь отображается информация, что я подключен по камеру. Далее расширенные настройки. Настройки интернета. Настройка сети. Настройки Wi-Fi. Зайдем в расширенные настройки. Тоже ничего не буду менять. Но вы сможете увидеть способности данного модема и Wi-Fi устройства. Просто погуляю по меню. А вы понаблюдаете. Возможно, вам нужна будет эта информация при приобретении данного модема или Wi-Fi роутера. Возвращаемся в настройки. Настройки интернета. Здесь выбор сети можно поменять. И настройка точка доступа. Причем можно создать свою. Добавить новое. Настройка статистики. У меня пока отключено. Настройка Wi-Fi. Это более расширенные настройки. Далее SMS. Отсюда их можно прочитать. И даже отправить. В телефонную книгу, конечно же, зайдем. Но там адреса, кроме как сим-карты, ничего нет. Но можно создать свой и хранить их в базе вашего модема. Межсетевой экран, перенаправление, ограничение скорости, резервное копирование брендмаура и настройка системы. Включая восстановить заводские настройки. Есть пункт обновления системы. Обновить можно с помощью файла, который вы где-то скачаете на форуме. И перезагрузить. Теперь перейдем к тестированию. Как вы видели, я уже установил сим-карту Live. Подключился через разъем RG45 с помощью кабеля. И запускаю тест. Напоминаю, что данные тесты зависят от способностей вашего оператора в вашей местности. И на скорость сети влияют разные факторы. Также хочу поделиться с вами важной информацией. Если подключаем к данному модему с помощью кабеля RG45 свою домашнюю сеть. То есть свой домашний интернет. То он начинает раздавать его через этот модем. Учитывая, что это мобильная связь, скорость отличная. Это у нас были тесты через кабель. Теперь используем подключение Wi-Fi. И снова повторяем тест. Тест пройден. И в чем-то даже показатели лучше. И вы сами видели, что при получении индикатор светился зеленым цветом. Но я все равно не знаю, сколько это было. То ли это было 80%, то ли 85%, а может быть все 100%. Но с тех пор, как я его начал тестировать, его хватило чуть больше 9 часов работы. Что очень хорошо. Вот только что он на ваших глазах вновь отключился. Потому что я его после отключения вновь запустил. Он подключился к интернету, проработал 10 минут и опять отключается. На связь выходит быстро, не греется и это плюс. Его хочу сейчас протестировать, сколько же реальной емкости батареи. И вы сможете так определить и рассчитать, насколько он хватит. Аккумулятор я протестировал. И его емкость довольно странная. 3167 мА. Возможно это связано с тем, что он не хотел заряжаться в выключенном состоянии через USB тестер. Пришлось включить его. И после того, как я его запустил, началось тестирование. Поэтому можно смело считать, что заявленная емкость аккумулятора соответствует. Плюс тестер взял потребление самого модема. Также я проверил, конечно же, и подключение через USB кабель. Он одновременно и заряжается. И по кабелю, если вы его подключили к компьютеру, сразу передает интернет. То есть можно либо по RJ45, либо по USB кабелю. Что очень хорошо. Ну или же от Powerbank. Однозначно рекомендую. Очень удобно. Много пользователей можно подключить по Wi-Fi. Есть два типа подключения. Либо через microUSB, либо по RJ45. И одновременно работает, если вдруг отключился свет. Или вы находитесь в не совсем удобном месте, где нет сети, где нет розетки. Ссылка есть в описании. До встречи в новых видеопроектах. Буду готовить новый обзор на вот такой вот Wi-Fi роутер комнатного варианта. Тоже с сим-картой. Интересно? Следите за новыми выходами на канале TheGradчики Обзоры. Вы на техноканале. С вами Сергей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok